Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Самый массовый старт на длинные дистанции в Самаре. Более полутора тысяч участников в областной столице впервые состоялся марафон на Кубоглавы города. 42 с лишним километра бежали как местные легкоатлеты, так и гости из других городов и стран мира. Как это было мастеру спорта расскажет Николай Мурычев, президент Ассоциации студенческого спорта Самары, и Антон Сирота, руководитель школы бега РАН-студио. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и первые впечатления, какие у вас от этого мероприятия? Все произошло достаточно хорошо, команда сработала отлично. Надо сказать, что работали мы 40 часов без отдыха, практически не спали, вернее не практически, мы не спали, потому что трасса выставлялась начиная с ночи. Перекрытие трассы произошло только в 6 утра, но вот все это время делались подготовительные работы, развозились барьеры, конусы и так далее. Поэтому ребята работали, не покладая рук, и вот результатом всего был свершившийся марафон, который оставил большое впечатление у жителей и гостей города. Я вот знаю, еще выставлялись какие-то датчики, вот об этом расскажите, для чего они нужны? Что такое хронометраж? Это номер, в который встраивается чип. Лежит датчик на земле, через который пробегает бегун, и снимаются показания в той точке, где он пробежал. Ну, таких пунктов у нас было по трассе 8, чтобы избежать, скажем так, срезания трассы, потому что на дальних концах могло произойти всякое, мог человек кто-то свернуть и туда, исходя из этого, исказить результаты. Поэтому компания «Рошеринг» достаточно хорошо отработала, и все результаты сейчас размещены на их сайте, можно посмотреть и сравнить себя с кем-то из других. И более того, там есть небольшой рейтинг, можно посмотреть, на каком месте находится каждый бегун, легкоатлет, принимающий участие в событиях этой кампании. То есть это, получается, вы применили современные технологии, да? Да, это современные технологии, потому что раньше все было очень просто. Секундомер и побежали. Но на нашем забеге в 3-х километрах участвовало порядка 600 легкоатлетов. И финишировали они практически одновременно. Ну, понимаете, то есть 3 километра – это такая дистанция, которая бежит массой, она не растягивается в пилотон. И чтобы засечь каждого, ну, то есть это практически нереально. И только электроника спасает нас от того, чтобы дать грамотные результаты и показать, соответственно, то время, которое человек затратил на преодоление этой дистанции. С какими результатами пробежали? Какое время показали легкоатлеты на самой главной дистанции, вот марафонской? На марафонской дистанции достаточно неплохое время. Мы скажем, быстрая у нас самая дистанция или медленная? Ну, знаете, я так понимаю, что все-таки был определенный задел у первого спортсмена. И он, скажем так, наверняка выложился на все, не на все 100%, вернее, ну, скажем так, пробежал достаточно в легкой для себя манере. И результаты его, это Сергей Петров из Уфы, 2.32, он финишировал на марафоне. Если говорить про десятку, то это было в районе 30 минут, 29, там, 31. Полумарафон, финишировали час 09, час 11, вот примерно с таким временем. Ну, я могу сказать, что, в принципе, трасса достаточно прямая, были небольшие подъемы, но они, скажем так, за ними шли большие спуски. Поэтому, забегая в подъем, легкоатлет напрягался, ну, сразу же заворачивал и несся с горы, отдыхая в тот же момент и набирая скорость, чтобы увеличить свой темп. То есть, дистанция у нас была комфортная? Дистанция комфортная, да, я могу сказать, что Владимир Бондаренко, один из наших легкотлетов, который является примером Самарской области, он финишировал на марафоне в Токио, на марафоне в Берлине и показал достаточно серьезный результат, по-моему, если не ошибаюсь, то в районе 2 часов 9 минут. На этом марафоне он бежал полумарафонскую дистанцию, потому что у него была небольшая реабилитация после травмы, но он прибежал четвертым, показал время 1 час 10 минут, и это достаточно хорошее время после той травмы, которая у него была. И его, скажем так, обратная связь, которую мне сказал Антон, не надо ничего менять, трасса отличная, бежится хорошо, асфальт великолепный. Городские власти подготовили практически как будто бы к нашему марафону все дороги, и многие отметили, что в Самаре дороги изменились колоссально. Поэтому за это отдельное спасибо администрации и Олегу Борисовичу Фурсову, который, соответственно, на чей кубок был этот марафон, ну и, как говорится, мы не ударили в грязь лицом, показали город слушать страны, который готовится к чемпионату мира 2018 года. Ну вот впечатление судей, насколько они сами лично отработали, сложно им было работать на марафоне, все-таки первый опыт, и насколько сами спортсмены были довольны, как их обслуживают на, как правильно сказать, на пидстопах. На пидстопах, ну на пунктах питания, это пункты питания с водой, затониками и кока-колой. Ну на пидстопах, как вы выразились, да, там тоже помогали судьи, руководили волонтерами, тоже хочется сказать большое спасибо волонтерскому корпусу, ребята очень хорошо отработали, как бы слушали судьи, и это очень замечательно, что вот такой единый механизм был, вот судьи руководили волонтерами, волонтеры помогали участникам, как бы и в итоге все остались довольны очень высоким уровнем мероприятия. Ну, если смотреть по отзывам, по отзывам, марафон оценивается, скажем так, конечно, по организации общей, но все, что видят бегуны на трассе, это волонтеров. Если волонтеры спят, если они унылые, если они грустные, не поддерживают или что-то делают не так, то все впечатления портятся. Почитав отзывы и посмотрев на трассе, то есть я также бегал от пункта к пункту, какие-то вещи там помогал, волонтеры отработали отлично. Команда сработала отлично и на выдаче номеров, и на регистрации, и на самой трассе, подавая воду, организовывая эти пункты питания, реже бананы, потому что все достаточно было так быстро, оперативно, и воды хватило всем. Воды хватило всем, это самое главное, что мы боялись, потому что жаркое лето, вернее, оно было не очень жаркое, но вот последние дни дают о себе знать. И основной момент, который происходит на марафонах, негативный, нехватка воды. Нехватка воды для марафонцев это губительно, то есть они не могут нигде подпитаться, попить. Здесь воды было достаточно, стояло еще 4 поливалки, которые поливало людей из бойлеров, 24 тонны воды такой, 5 тонн воды, которую нам предоставили наши партнеры. В общем, вода, еда была на трассе, как марафонцы говорят, мы не успевали, вроде бы только поели опять пункт питания, вроде только поели, потому что на некоторых марафонах они растянуты на 5 километров, мы сделали короче. Через год марафон будет, состоится? Через год обязательно будет марафон, более того, в этом году еще будет один забег, он будет называться «В беге мы едины», завершение сезона в ноябре, уже в третий год, третий раз мы будем проводить этот старт. Он будет проходить на набережной, также на набережной, и на следующий год мы готовимся к изменению трассы в один круг. Этот момент мы будем согласовывать с городской администрацией, потому что для того, чтобы... Вы сейчас говорите о марафоне кубок мэра. Да, на кубок главы города в следующем году, потому что, чтобы привлечь нам туристов, основной для них посыл – это марафонская дистанция в один круг. Да, у нас есть такая дистанция, мы ее уже нарисовали, она у нас уже в прототипах лежит, в наших, как говорится, в закромах. И я думаю, что нам удастся это согласовать, потому что первый опыт понравился всем. Когда человек бежит 42 километра, трасса, ну то есть это, во-первых, очень длинная дистанция, ну примерно как отсюда до Курумыча. Сейчас взять и пробежать. Естественно, если это круговая дистанция, пейзаж примерно один и тот же, он не меняется. И психологически сложно человеку преодолеть эту дистанцию. Когда он бежит по одному кругу, то меняется дистанция, меняется пейзаж, появляются какие-то новые достопримечательности, появляются какие-то новые люди, новые трассы. И не настолько тяжело это преодолеть. Конечно, если говорить про профессионалов, то им попрямее и, соответственно, глобально неважно какой. А вот для любителей это является основополагающим фактором. И более того, мы не случайно выбрали время года август, так как это завершение лета, завершение купального сезона. Как вы знаете, в Самаре у нас Волга славится своими теплыми водами. И один из слоганов с марафона «Пробеги марафон, искупайся в Волге». Потому что ни один старт в России не имеет старта и финиша именно рядом с водой. А когда марафонец прибегает, первое, что он хочет, это выпить воды и окунуться в воду. Поэтому вот Волга здесь является неоспоримым преимуществом в городе Самара. И уверен, что в следующем году, благодаря Департаменту спорта городского округа Самары и администрации городского округа Самары, мы проведем этот марафон во второй раз. Это был Самарский марафон на телеканале Самара ГИС в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!